Антон Павлович Чехов. Смерть чиновника. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы. Жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось, он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... Апчхи! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком, и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брежжалова, служащего по ведомству путей сообщения. — Я его обрызгал, — подумал Червяков. — Немой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо. Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. — Извините, вашество, я вас обрызгал. — Я нечаянно. — Ничего, ничего. — Ради бога, извините, я ведь... Я не желал. — А, вы сидите, пожалуйста, дайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уже блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брежжалову, походил возле него и, побороший робость, пробормотал. — Я вас обрызгал, вашество. — Простите, я ведь не то чтобы... — Ах, полноте, я уж забыл. — Ну, все о том же, — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. Забыл. А у самого ехидства в глазах подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала, и говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает. Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось, ему слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что брезжалов чужой, успокоилась. — А все-таки ты сходи и извинись, — сказала она. — Подумать, что ты себя в публике держать не умеешь. — Тот-то вот и есть. Я извинялся. Да он как-то странно. Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать. На другой день Червяков надел новый вицмундир подстригся и пошел к брезжалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей. А между просителем и самого генерала, который уже начинал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. — Вчера в Аркадии, если припомнить вашество, — начал докладывать экзекутор. Я чихнулся и нечаянно обрызгал. — Да какие пустяки, бог знает что. Вам что угодно, — обратился генерал к следующему просителю. — Говорить не хочет, — подумал Червяков бледнее. Сердится, значит. Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню. Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забармотал. — Вашество, ежели я осмеливаюсь обеспокоить вашество, то именно из чувства могу сказать раскаяния. Ненарочно, сами изволите знать. Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. — Да вы просто смеетесь, милсездарь, — сказал он, скрываясь за дверью. — Да какие уж тут насмешки, — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может понять. Когда так не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним, напишу ему письмо и ходить не стану. Ей-богу, не стану. Так думал Червяков, иди домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. — Я вчера приходил беспокоить вашество, — забармотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. — Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что чихая, брызнулся. А смеяться я не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения персонам не будет. — Пошел вон, — гаркнул вдруг посиневший и затрявшийся генерал. — Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. — Пошел вон, — повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и помер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова